И в какой-то момент они все резко испугались чего-то и спрятались все под кровать. Я точно знаю, что никого в квартире не было. Хай, ты на канале Magic Family, меня зовут Аня и со мной мои собачки, а еще у меня тут очень много других питомцев. И сегодня, ребята, я покажу вам видеозапись со своей скрытой камерой, а также расскажу вам кое-что очень таинственное. Моя собака Миша видит призраков. И правда ли, что животные экстрасенсы? Так что нажимайте красную кнопочку подписаться внизу, не забывайте жать колокольчик, чтобы самыми первыми узнавать о новых роликах на нашем канале. Кстати, ребята, большинство из вас правильно отгадали загадку из прошлого видео. И новый питомец это действительно шотландский пони по имени Мастер. И если вы хотите про него отдельное видео, ставьте лайк. Итак, многие хозяева собак и кошек замечали странное поведение своих домашних животных. У каждого животного может быть разная реакция при встрече с призраком. У одних шерсть встает дыбом, и они лают, другие выбегают и отказываются возвращаться, третий начинает выйти или рычать. А вы, ребята, замечали когда-нибудь за своим питомцем странное поведение? Напишите в комментариях. Но я до недавнего момента никогда сама в жизни с этим не сталкивалась. Если вчера, ребята, вы на моем канале Анимэджик посмотрели ролик про призрака Машу, которая появилась в моей жизни, то я там сказала, что первой это почувствовала моя собака Миша. Ссылку, если что, на этот ролик я оставлю внизу. И ведь правда, по мнению наших предков, собаки и кошки могут видеть потусторонние силы и предупредить хозяина о невидимой опасности. Самое интересное, что считалось, особенной силой обладают особи со светлыми пятнами над глазами. А у Миши есть такие светлые бровки. На Тибете ребята, например, вообще верили, что Чау-Чау отпугивает от тела медитирующего монаха злых духов. А на Руси считали, что собаки видят злые силы, приходящие в облике людей. И если в доме есть кошка, то она защищает вас от злых духов. Хотя, ребята, и нет стопроцентных доказательств, что питомцы способны увидеть призраков, и что привидения действительно существуют, многие люди верят в экстрасенсорное восприятие наших животных. Ведь их органы чувств развиты в большей степени. Они могут видеть, слышать и улавливать запахи во много раз лучше нас с вами. Плотные даже способны обнаруживать серьезные заболевания у людей. Находить дорогу домой за тысячи километров, ощущать приближение стихийного бедствия и эти способности не нашли научного объяснения. Поэтому вполне вероятно, что наши питомцы-экстрасенсы и призраки существуют. Для этого эксперимента, ребята, я ушла из квартиры, закрыла за собой дверь и оставила включенную видеокамеру. И если в прошлый раз, когда у меня еще камеры не было, Миша первая начала гавкать и реагировать, то в этот раз Миша повела себя совсем иначе. Приветик с нашего канала от всех нас, случайно репостившим наше видео из группы ВКонтакте. Или со страницей мамы в ВК. Спасибо, что помогаете каналу. Привет вам. На записи, как вы видите, ребята, Миша, в отличие от прошлого раза, не лает, а просто смотрит в угол. София и Юми тоже туда смотрят. А потом Миша в какой-то момент пугается и убегает с кровати. На второй камере мы видим, что дальше несколько часов вообще ничего не происходит. Собаки периодически смотрят в угол и просто отдыхают. Но в какой-то момент София занервничала, и Юми тоже стала пристально смотреть в угол. А Миша, наоборот, отвернулась, как будто сначала боялась смотреть туда. Юми начала гавкать. И очень странно себя вести. Такое поведение совсем не свойственно Юми. Она как будто чего-то боялась и беспокоилась. Она подходила к углу и уходила от него. Боялась, лаяла, рычала. София тоже почему-то спряталась под кровать. А Миша и Эйвен сидели и молча наблюдали. И в какой-то момент они все резко испугались чего-то и спрятались все под кровать. Дальше ничего не происходило. Я точно знаю, что никого в квартире не было, в том числе меня. И ничего не могло происходить. Как развивается наша история с призраком по имени Маша, если это вообще она, я буду рассказывать вам, ребята, держать вас в курсе в нашей группе ВКонтакте и в моем Инстаграме. Так что подписывайтесь. И скоро увидимся в новых роликах. Пока!